Кинематограф подарил нам множество самых разных монстров, но не все из них стали популярными. Что же делает существо действительно страшным и запоминающимся? Во многих случаях объяснение кроется в реальных человеческих фобиях и социальных страхах. Более того, если проследить за эволюцией некоторых чудовищ, можно провести параллели с тем, как менялось общественное отношение к тем или иным явлениям. И в этом видео я расскажу вам о семи знаменитых монстрах, которых породили реальные страхи общества. Джейсон Вурхиз Считается, что первым слэшером стал Хэллоуин 1978 года. Отличительная черта всех фильмов данного жанра – харизматичный антагонист, который по сути и является главным действующим лицом. Я выбрал Джейсона Вурхиза как наиболее узнаваемый образ, хотя с ним вполне могут соперничать не менее популярные Фредди Крюгер или Майкл Майерс. Секрет их успеха в общенациональной панике по поводу серийных убийц США. С 1970 по 1995 год количество маньяков возросло в 10 раз. Это превратилось в настоящий страх, сковывающий общество. Любой обычный человек может легко представить себя на месте жертвы Джейсона. Настоящий серийный убийца вряд ли будет носить хоккейную маску. Однако его мотивы, как и в фильмах, не имеют логического объяснения. Маньяку неведомо сочувствие и милосердие. Проще говоря, все истории слэшеров действительно могут произойти в реальности в любой стране мира. Годзилла Годзилла – это часть современной культуры. Роль монстра менялась на протяжении многих лет. В картине Годзилла – король монстров гигант является скорее положительным героем. Такая же тенденция прослеживается и в последних японских произведениях, включая многочисленные мультфильмы и комиксы. Однако первый фильм 1954 года был снят в жанре ужасов. Это не была фантастика в привычном понимании. Сам же Годзилла появлялся как жуткое чудовище, крушащее все на своем пути. Фильм вышел всего через 9 лет после того, как американцы сбросили атомные бомбы на Японию. Страна находилась под оккупацией и действовала жесткая цензура. Годзиллу можно считать попыткой обойти цензуру и напомнить о страшной трагедии. Вообще-то монстр и появляется в результате ядерных испытаний. Он питается радиацией. Режиссер Исиро Хонда наделил шкуру Годзиллы характерными узорами, похожими на рубцы, которые наблюдались у выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Разрушения, которые сеет монстр, тоже напоминают последствия от применения ядерного оружия. После него не остается ничего живого, города превращаются в руины. Зомби Первые зомби появились в 1930-х годах, но они сильно отличались от того, что мы видим сегодня. Тогда живые мертвецы были тесно связаны с магией или практикой вуду. Строго говоря, эти зомби не были мертвыми и не пользовались особой популярностью. Все изменилось в 1968-м, когда Джордж Ромеро снял Ночь живых мертвецов. Полное переосмысление пришлось зрителям по вкусу. Из жертв темной магии зомби превратились в плотоядных монстров, которые распространяются подобные эпидемии. Они выглядели почти как обычные люди, что и пугает больше всего. Любой может оказаться зомби или скрывать, что был укушен. Значит, никому нельзя доверять. Человек становится самым страшным монстром, что опять-таки легко себе представить. Ведь все самые немыслимые преступления совершаются людьми, точно такими же, как и вы, и теми, кто вокруг. Чудовище Франкенштейна Безумный ученый Виктор Франкенштейн создает своего монстра из кусочков разных людей. Роман Мэри Шелли был написан еще в 1818 году и отражает некоторые общественные страхи, характерные для той эпохи. Уже началась промышленная революция, бурно развивались не только технологии, но и наука, в частности, медицина. По религиозным соображениям, скрытие умерших людей считалось недопустимым на протяжении многих веков. В 19 веке устаревшие нормы уступали место новым знаниям и практической необходимости. Тем не менее, к покойникам все еще относились повышенной чувствительностью. Попробуйте представить, как среднестатистический житель Лондона воспринимал строки, описывающие создание монстра, состоящего из частей тел разных людей. Это не только вызов религии, но и заигрывание на общественном страхе перед развивающейся наукой. Нечто похожее происходит сегодня в отношении искусственного интеллекта. Чаки Казалось бы, разве может кукла напугать? Ведь это детская игрушка. Чаки пугал до жути, особенно если ты ребенок. С одной стороны, все довольно банально. Куклы или человекообразные игрушки есть почти в каждом доме. После просмотра фильма Чаки, вы будете поглядывать на них с большим подозрением. С другой стороны, есть и более сложный аспект. Профессор Масахиро Мори из Токийского технологического института выдвинул термин «зловещая долина». Это чувство беспокойства и неприязни, вызванные фигурой, которая очень похожа на человека внешне, действует как человек, но при этом не является человеком. Впервые этот феномен обнаружили, когда стали появляться человекоподобные роботы. Мы не испытываем проблем, когда у машины есть две руки и две ноги. Наоборот, это кажется милым и симпатичным. Но если робот становится слишком похож на нас, то возникает чувство дискомфорта и даже страха. Достаточно вспомнить Меган из одноименного фильма. Слишком идеальное и весьма неприятное изделие, особенно когда начинает передвигаться нехарактерным для человека способом. Терминатор Первый фильм про самого знаменитого робота-убийцу появился еще в 1984 году. Сам Терминатор не был идейной инновацией. Кинематограф знал злых роботов раньше и предлагал их после. Однако, Терминатор действительно пугал не как машина, а как настоящее чудовище. Здесь сыграло сразу несколько факторов и фобий. Во-первых, компьютеры и автоматические системы управления к тому моменту достаточно распространились. Если говорить о США, там уже вовсю использовали камеры видеонаблюдения и банковские карты. На производствах шел процесс автоматизации, эффективные машины замещали неэффективных людей. Во-вторых, Терминатор был покрыт человеческой плотью. Это не просто робот-убийца, но и прекрасный шпион. Каждый может оказаться такой же бездушной машиной, со стороны ведь не отличишь. В-третьих, конечно же, Скайнет. В 80-х люди боялись ИИ так же сильно, как и сегодня. Более того, Айзек Азимов сформулировал три закона робототехники еще в 1942 году. Терминатор же нарушал все человеческие и робототехнические законы, был почти неуязвим и служил высшему разуму, искусственному интеллекту. Мумия Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году повысило общественный интерес к истории Египта. Первая мумия в исполнении Бориса Карлофа появилась на экранах 10 годами позже и с тех пор остается неотъемлемой частью поп-культуры. Перевязанное бинтами тело, пробужденное от векового сна, выглядит в высшей степени загадочно. Появление такого персонажа всегда означает беду. Это накладывалось на общепринятые суеверия и мистификации, связанные с проклятием гробницы. Собственно, здесь мы тоже наблюдаем, как роль монстра менялась вместе с общественным мнением. Первые фильмы о мумиях были ужасами с налетом мистицизма. Зрители неиронично закрывали глаза, когда видели жуткие бинты и с трудом передвигающийся силуэт. Сегодня мумия не так популярна и занимает место где-то между комедией и экшеном. Персонаж все еще отрицательный, но вряд ли способен напылать хоть кого-то. Примерно так изменилось и общественное отношение к истории Египта. Там все еще хватает загадок, но совсем уж абсурдные теории давно высмеены и вытеснены за рамки серьезного обсуждения. На этом на сегодня все, а если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал, там вы найдете много интересных видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok